Друзья и коллеги, добрый день! С вами Наталья Луната и моя минутка о выроке. Сегодня тема валеный трикотаж. Что же это такое? На самом деле уже на протяжении многих-многих десятилетий валеным трикотажем называют вещи, которые изначально связаны на спицах, из пряжи разные. Это может быть обычная шерстяная пряжа, может быть шерстяная ровница, а потом эти вещи подвалены либо вручную, либо в стиральной машине. Очень любят это направление североамериканские домохозяйки. Им совершенно не лень сначала долго-долго вязать, а потом это еще какое-то время уваливать и стирать. Это получается двойная трата времени, хотя на самом деле есть замечательная мастерица, художник Ники Эпштейн, которая издает великолепные книги. Вот там в этом направлении она дает массу советов. Еще раз именно повторяю, Ники Эпштейн. Она совершенно правильно говорит, что когда вы делаете вязанное полотно или, допустим, вязаную сумку, вы можете вывязать какие-то интересные фактурные элементы, косы, ораны, орнаменты жаккардовые. Это все то, что очень сложно просто так разложить, допустим, при валянии. И потом вы подваливаете вязанное полотно, вот у вас получается валеный трикотаж. Таким образом очень хорошо делать сумки, они прочные. Таким образом очень красиво можно делать одежду, красивые жакеты, пальто разнообразные. Все это великолепно смотрится. То, что у нас за последнее время появилась техника валеный трикотаж, там где посредством необычной раскладки достигается дополнительная эластичность, возможность растягивать войлочное полотно. Я бы скорее назвала это эластичным войлоком или войлоком повышенной эластичностью, но это совсем не трикотаж. Изначально по определению трикотаж это то, что вот петельками ровными или неровными, с накидами и без накидов, но связано на спицах или крючком, или на вязальной машине, или на большом вязальном станке. Но это не валяние в первооснове. То есть валеный трикотаж и эластичный войлок это разные вещи.